Всех приветствую на своем канале! В этом видео мы соберем и протестируем новинку от FlipSky. Это водонепроницаемый мотор 65150 для водного электротранспорта со встроенным контроллером ESK, мощностью 3 кВт. Впервые FlipSky представили мотор 2 в 1. Это очень удобное решение и нам больше не нужно думать о том, какой контроллер поставить и как его охлаждать. Достаточно подключить батарею питания, приемник пульта управления и выходить на воду. Основные характеристики мотора. Герметичность по стандарту IP68. Мотор подходит под соленую морскую воду. Максимальная мощность 3000 Вт. Долговременная мощность 1500 Вт. Напряжение питания от 4 до 13С. Номинальный крутящий момент 2,3 Нм и максимальный 4,5 Нм. Управление оборотами двигателя осуществляется с помощью PPM-входа. Прошивка версии VESC 5.2 с возможностью настройки по USB. Для крепления к сабборду я разработал 3D-модель с обтекаемой формой и креплением плавника под Slide-in или US-Box. Для тех, кто хочет получить 3D-модель, можете написать мне по ссылкам в описании. Также ссылки на все комплектующие вы можете найти под видео. Теперь у нас все готово для сборки. Я использую доску с креплением Slide-in и прикрепляю свою модель к отрезанному килю, так как такой способ крепления прочнее, чем 3D-печать основания плавника. После сборки нам нужна батарея на 10-13С и ток отдачи не менее 40 А. Я буду использовать свой самодельный аккумулятор на ячейках 21700 емкостью 30 Ач. Ко входу приемника подключаем пульт управления с приемником VX3 и 3-пиновым кабелем для PPM, совместив пины разъема по цветам. Так как у PPM-протокола не в телеметрии, то для отображения заряда батареи на пульте VX3 необходимо дополнительно подключить специальный кабель на плюс батареи по схеме в инструкции. Но я предпочитаю использовать батарею с умной BMS, что позволяет отслеживать заряд и ток батареи в реальном времени. Пульт управления по умолчанию уже настроен на приемник в комплекте, и все, что остается сделать, это выбрать режим управления и единицы измерения скорости. Теперь у нас все готово, и мы готовы выходить в море. Для начала проверим максимальную скорость. Я буду производить тест почти при пиковых нагрузках. Но кататься долго в максимальной мощности нельзя. Это может привести к неисправности мотора. Так, ну что ж, сейчас у нас будет тест максимальной скорости. Для этого надо лечь поближе. И на счет 3. Раз, два, три. Так, 14, 16, 16, 17, 17, 17, 17 км. Так, ну, это максимальная скорость у нас на 2,5 киловатта. А этот мотор в номинале у нас 1,5 киловатта. С пиковая 3. Недолго, но в таких точностях, конечно же, ездить нельзя. Поэтому, друзья, аккуратненько. Аккуратненько, полтора киловатта, в принципе, достаточно для этого мотора. Привет, девчонки. Как вам? Я видео снимаю. Как вам вообще мотор на сапе? Прикольно? Или кринжово? Максимальная скорость при 2400 ватт и штатным винтом составила 16,7 км в час. При 1500 ватт номинальной мощности уверенная скорость 12 км в час. Запас хода на батарее 30 ампер часов составил 12 км. Давайте подведем итоги. Мотор 65150 мне понравился. Это очень крутое решение для тех, кто не хочет думать о контроллере и его охлаждении. Мотор со встроенным контроллером находится уже в воде вместе с мотором. 65150 хватит для неспешной и длинной езды. Но если же вам нужен драйв, то советую присмотреться к более мощным моторам, например, 65161. За время использования мотор оставался холодным. Морская вода за бортом составляла 20 градусов Цельсия. Что я могу добавить от себя? Я хочу, чтобы FlipSky продолжали эту идею и сделали мотор со встроенным контроллером мощностью 6000 ватт и выше. И возможностью передачи телеметрии по UART, так как этого очень не хватает для подключения Bluetooth. Ну и в заключение я скажу, что мне понравился данный мотор и он отлично подходит для сабдоски и новичков. Если вам неохота заморачиваться с подключением контроллера, то это отличный вариант. Ссылки на мотор и другие комплектующие вы найдете в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok